итак я продолжаю свой тренинг так сказать несмотря ни на какие невзгоды выдерживать свою программу тренировок кое-чем я буду делиться ну начнем начнем зачнем а по ходу действий я буду рассказывать свои наблюдения свои ощущения свои мысли выводы комментарии и прочее 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 и так как вы видите вес слегка увеличен я подымал тогда сколько 15 час 20 значит вот по мере того как я начал заниматься еще пацаном в далеком 1960 наверное назовем так девятом году примерно чувствуется ножки подзабились я не стал считать просто просто делал 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 и человек вот начинает заниматься но отлично я начинаю заниматься а это и у всех такое им важно а какие-то упражнения надо делать на какие-то группы мышц все это вроде вот для них это считается таким первостепенным раз узнаем что вот такие-то упражнения дальше грубо говоря будем там делать с весами все получится само собой оказывается это одна сторона процесса строительство своего собственного тела строительство своей собственной фигуры бодибилдинг что означает в переводе то есть упражнение это одно ты их делаешь и ты думаешь что вот это лишь эти упражнения будет способствует тому что будет мышечная масса расти допустим взял гантели там по три килограмма по 4 килограмма и делаешь вот делаешь делаешь она что-то особо не подрастает хотя хотя чувствую что укрепление это произойти произошло но дальше чтобы так вот солидное мясо было что-то тут не получается и вот это ага думаешь а что ж надо есть какие там добавки для для того чтобы больше белка раз ты занимаешься значит надо больше белка пихать в организм и якобы мышца будет его брать в этом есть в этом есть так сказать и доля доля разумности но тем не менее питание конечно способствует но опять таки не в той мере как это как это хотелось бы так сказать правда правда матка в чем она заключается правда матка заключается вот и оказывается что для того чтобы вот вы позанимаясь гантелями там три килограмма и грубо говоря ваши возможности вашего организма в том числе мышечная масса сухожильная ткань и сила целом вот на это как бы сказать на эти три килограмма и выросли они приспособились то есть вы по сравнению с человеком который ни хрена ничем не занимается вот вы занимаясь с весом 3 килограмма примеру вы стали сильнее сильнее самого себя естественно организм приспособился к этому весу и мышечная масса несколько больше стала то есть вначале приспособление отойдет довольно таки быстро и вот грубо говоря ваш организм ваши мышцы приспособились на то чтобы поднимать три килограмма произошло какое-то увеличение его возможности и дальше все остановилось организм приспособился к этой нарушке для того теперь это самое важное для того чтобы вы прогрессировали дальше нагрузку надо увеличить и почему мы используем с вами веса потому что как раз вес является той нагрузкой которая позволяет нам увеличить ее то есть мы берем четыре килограмм чека и опять тягаем 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 вот организм думает о ё-моё надо надо перестраиваться на то чтобы поднимать вес больше то есть укрепляется сухожильная ткань значит увеличивается мышечная ткань там прочие прочие резервы в организме о хорошо все с ногами я закончил вот то есть организм приспособился тебе на четыре килограмма да он стал несколько там мышцы чуть крупнее сухожилия более плотные вы стали сильнее там работоспособнее опять остановились опять остановились что чё как а теперь чтобы дальше расти надо брать пяти килограммовые гантели и с пяти килограммовыми гантелями и вот этот процесс постепенно и идет и идет то есть если вы хотите чтобы ваш организм постоянно прогрессировал росла мышечная масса вы должны давать ему нагрузку которую он должен усвоить переварить в соответствии с ней перестроиться и стать вот это самое важное чтобы вы понимали далее 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 ну как говорится далее тетушка Наталья далее мы переходим к следующему упражнению далее 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 ну сначала сделаем а потом погутарим погутарим дальше пьет пьет Далее. Далее, я думаю, вы поняли, существует главное направление в прогрессе роста силы и роста массы, это увеличение нагрузки, разумное постепенное увеличение нагрузки, в которое организм приспосабливается, становится, как говорится, круче, больше. Если вы, допустим, позанимались год, а можно ли накачаться раз и навсегда? То есть вы затратили, ну, скажем так, 3 года на то, чтобы вырасти в своих силовых и мышечных показателях на тот уровень, который вас удовлетворяет. И думают, вот я накачался, все. Раз я накачался, бросаю все это кирам собачий. Естественно, наш организм за счет приспособлений, он приспосабливается. Вы были на таком уровне, на уровне 3 килограмм. И, грубо говоря, за 3 года вы умудрились в 3 килограмм дойти в каком-то упражнении, поднимать гантели уже не 3 килограмма, а, допустим, 15 килограмм. Мышцы, все, сила вас удовлетворяет. И все это забросили. Естественно, ваш организм опять приспособится к той нагрузке, которую вы испытываете повседневно. Если нету нагрузки, ни сила не нужна организму, ни крепость сухожилий, ни объем мышечной массы, ни прочие, знаете, вот такие жизненные правления, которые нужны для того, чтобы поднимать там веса и так далее. То есть, выдерживать большую нагрузку, организм приспосабливается вообще, в целом. Он спускается на тот уровень. То есть, накачаться раз и навсегда, оказывается, нельзя. Берем опять эти килограммчики, поехали. Надеюсь, вы это также поняли. Встает вопрос, а насколько надо поддерживать вот эту вот увеличенную нагрузку на организм давать, ну, чтобы вам было комфортно. И тут встают такие вопросы. Если вам это надо для здоровья, то, грубо говоря, вы увеличивали вес с 3 килограмм, допустим, до 6, до 8 килограмм. И этого достаточно. Вы чувствуете себя более-менее в тонусе, более-менее сильны, более-менее есть мышцы. Если же вы, это для вас уже становится хлебом, то, естественно, вы тогда должны увеличивать нагрузку и дальше. И получается следующая вещь. Организм, как я вам сказал ранее, он должен, нагрузку, которую вы дали, он должен ее переварить и усвоить, говоря так сказать, ну, как русским языком. То есть, он должен к ней приспособиться. Потому что, если взять там вес побольше и, знаете, целый день его там поднимать, можно просто-напросто, и на следующий день поднимать, и на следующий день поднимать, можно просто-напросто себя загнать. Так называемое явление перетренировки наступает. И вы уже просто-напросто загнали себя, вы истощили свой организм. И вместо каких-то положительных вещей, которые вы хотели получить, вы получаете, наоборот, отрицательный результат. У вас расстраивается здоровье, начинает болеть сердце. Я уже о связках и прочем молчу. Их можно, как говорится, и не ухандухать, а просто целым организм загнать. И особенно сердце, сердечно-сосудистую систему и так далее. Как быть в этом случае, чтобы организм мог все большую и большую нагрузку переваривать, усваивать, переваривать, становиться сильнее, расти. Вот тут-то и начинает сказываться это и питание, как правило, там они поднимают колораж, это и уже идут разного рода биологически активные там стимуляторы. И идут так называемые специальные сухари, которые бы стимулировали все это. То есть вот здесь, если вы хотите, будем говорить, поднимать там не 15 килограмм, а допустим поднимать уже там 40-50 килограмм. Ну вот примерно как, сейчас я буду поднимать 14 килограмм, а также можно поднимать и 40 килограмм, и 50, и 60. И даже если я сам, у меня гантей не будет по 60 килограмм, я поднимал. Вот, для этого вся ваша подготовка, все ваше питание и прочее уже должны коренным образом пересмотреться. То есть вы становитесь на путь достижения определенных результатов. Это совершенно иная жизнь. И вот, можно сравнить эту жизнь, которую вы, допустим, просто покачались 3 раза в недельку, там знаете, в охотку, вам все хорошо, вы чувствуете там и тонус, и мышцы, там сила, ну нормально. И занятие, допустим, 5 раз в неделю, и уже тренировка будет, допустим, может длиться не час, а она может достигать у вас 2 раза по часу в день, допустим. И вот, если это вам надо, если вы с помощью этого зарабатываете себе пропитание на жизнь, это другой вопрос. Надо определиться. Есть, подняли. Вот, надо с этим определиться. И тогда получаются у вас разные тренировки. Совершенно разные тренировки. У вас получается совершенно разная жизнь. Совершенно разные стремления в жизни. А жизнь, особенно молодого человека, богата соблазнами. Тут можно, как бы сказать, и надо, вернее, можно было бы и на вечеринку сходить, и можно было бы там и с девчонками закрутить, и можно было, знаете, там, грубо говоря, там слегка там выпить, покурить. Ну, еще что-то там поделать, поиграть в компьютерную игру и прочее, 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 прочее. Вот. А тут, если вы действительно хотите, чтобы у вас были результаты, то есть результаты, постоянный рост силы, постоянный рост массы, увеличение вот этих вот возможностей организма, они требуют времени. Они требуют вашего внимания, то есть они очень много кое-чего требуют. Питание, отдыха, не отвлекаться по пустякам, режимить. Оказывается, для достижения больших спортивных результатов, режим тут выходит на одно из первых мест. Если вы режимите, все это делаете, то есть у вас все направлено. И в результате вы сужаете свою, ну, как бы сказать, круг своих интересов до того, как вот я. И у меня такое было, как у спортивного профессионала, и тогда результаты особо росли. И вот сейчас я просто-напросто читаю там того же, и смотрю, Голыма, других людей там, Джея Катлера там, этого Филла Хита. Когда все подчинено тренировке, все подчинено. Ешь, занимайся, грубо говоря, там спишь. Ешь, занимайся, спишь там, понимаешь? Определенные эти там добавки. Все. Опять-таки, вы стоите перед выбором. А нужна ли вам такая жизнь или нет? И тогда можно просто, будем говорить, держать себя на уровне тех же 15, допустим, килограммчиков. Да нормально будет. У вас будет общий жизненный потенциал организма гораздо выше по сравнению с тем, который у вас был до того, что вы ничем не занимались. И вы будете относительно нормально себя чувствовать. Если же вы хотите какие-то рекорды и так далее, то будьте готовы, значит, круг своих интересов сузить и вот так вот идти. И потом, грубо говоря, пройдя определенный путь, чего-то достигнув или чего-то не достигнув, вот, получите удовлетворение или разжарование. Так, 14 килограммчиков. Еще разок. Соро. 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 Ну и хватит 2.8, 2.14 Это то что надо То есть вот такая вот беседа Для прогресса Нужно увеличение нагрузки Вот тут конечно целое искусство Как это нагрузку увеличить так Чтобы у вас был постоянный прогресс То есть чтобы организм ее мог усвоить Переварить, восстановиться Вот для этого применяется огромное количество Разного рода мероприятий Витамин, процедур Сухарей так называемых Ну и естественно Естественно вы тоже должны быть готовы к тому Должны быть готовы к тому Вот смотрите Как и как наш организм Биологическая система И как для биологической системы Ему нужна определенная нагрузка Физическая нагрузка Мы сейчас говорим о физической нагрузке То есть должна быть определенная физическая нагрузка При которых хорошо работает сердце Кровь циркулирует Обмен веществ Значит вот все там Нагрузка на мышцы Сохраняется мышечная масса Крепость, сухожилия Все это вот такое вот То есть определенное Оптимальное Скажем так Если Она оптимальная А в основном Оптимальная Знаете у кого? Как показывает практика долгожителей Это у пастухов Которые у горах Находятся Они постоянно там ходят Свежий воздух Там пища и так далее То есть вот такая вот Обыкновенные люди пришли на работу Сели на попу И начинают там на компьютере Что-нибудь делать Или еще что-нибудь такое То есть Эта нагрузка недостаточна Эта нагрузка не физиологична Наш организм нормально Себя чувствует Только в двух видах Во время Хождения Не стояния Не сиденья А именно хождение И лежание И то Лежание Если долго лежишь Возникает пролежни То есть Везде должна быть Мэра Ну Подживаемся Вот Если эта нагрузка меньше Идет драгление организма И его жизненный потенциал Снижается Мышечная масса Недостаточно Может быть Вялое пищеварение Ну и что такое Видно там по фигуре Вот Если же Оно чрезмерно Завышено Сильно То Начинает идти Износ организма То есть Вы должны понимать Оптимум Это то что надо Организм Знаете Как лампочка Светит Хорошо Все Нормальненько Нагрузка Маленькая Значит Все процессы В организме Начинает идти Вяло Нету Стимула Им идти Нету Той нагрузки Физической Которая бы Это давала То есть Лампочка Начинает Так сказать Светить В пол накала И наконец Так Если лампочкой Занимаясь Это Как конь Знаете Который пашет Вот Усиленно Лампочка горит Раза в полтора А то в два Гораздо Ярче И просто Напросто Это накладывает Свой Отпечаток На ресурс Спирали Лампы На Ресурс Организма Он просто Выгорает Из За Того Что Вот Это Вот Повышенная Нагрузка То есть Это Тоже Важно Понимать Я Был Мог Еще Рассказать Почему Большая Нагрузка Сейчас Как раз Я Дожмусь И Немножечко Освещу Вам Этот Вопрос Чтобы Мы Как-то Это Сам Были В курсе Дела Расскажу Вам Немножечко Значит Смотрите Человек Как Лить Животного Его Организм А именно Допустим Начнем Крепость Костей Крепость Сухожилий Там Особенности Мышц Особенности Пищеварительной Системы Особенности Внутренних Органов Особенно Органов Пищеварения И Выделения Это Тоже Важно Особенно Подщеркнуть В течение Многих Тысяч Лет А говорят Миллионов Лет Человек Существует Природой Были Приспособлены На Определенную Нагрузку Определенную Грубо говоря Количество Пищи Переварить За раз Вот знаете Как вам Лучше Объяснить Вот грубо говоря Здоровый Организм Там Допустим За 3 часа Может Переварить К примеру Скажу Может Переварить Там Допустим Полкилограмма Картошки Вот Полкилограмма Картошки Он может Переварить Нормально Все И вывести Но вам же Надо Допустим Получить Калории Больше Для того Чтобы Заниматься То есть Расстратить Вы растратили С помощью Занятий Теперь Думайте Это все Восполнить И вы Съедаете Полтора Килограмма Картошки А вот Полтора Килограмма Картошки Даже Здоровый Организм Не Может Переварить Потому что Переваривание Это тоже Нагрузка На Организм И тут Смотрите Не просто Мы Вроде Как С вами Тренируем Мышцы И смотрим Чтоб Они Росли Мы С вами Даем Нагрузку Вообще Увеличенную На организм Увеличенную На те же Органы Пищеварения Нам надо Седать Больше Раз мы Седаем Больше У нас И Продуктов Распада От Переваривания Образуется Больше Значит Это Количество Тоже Надо Выводить И Тем Самым Мы Увеличиваем Нагрузку И на Органы Выделения Поняли Смотрите Что мы Сделаем Помимо Того Что Сейчас Я Отожмусь И Продолжим Помимо Нагрузки На Мышцы Мы С вами Увеличим Нагрузку Это Что Нам Ясно Видно На Желудочно-кишечный Трактор На Органы Выделения На Сердечно-сосудистую Систему Потому Что Она Должна И Питание Обеспечить Мышцам И Грубо говоря Потом Шлаки Вывести Из тех же Клеток К органов Уделения То есть Мы В целом Повышаем Нагрузку На Организм И Теперь Получается Следующая Картина В зависимости От Того У Кого Организм Может Вот По всем Этим Трем Параметрам По Грубо говоря Выдержать Физическую Нагрузку Выдержать Увеличенное Количество Опитательных Веществ Поступления Организм И Справиться С Выделением Этого Повышенного Потока Питательных Веществ Которые Отработали Вот Тот Особенно Это Профессионал И Начинает Прогрессировать То есть Одни Люди В зависимости От всего Вот этого Прогрессируют Допустим Быстрее Третьи Меньше У четвертых Вообще Особо Ничего Не Получается Из-за Того Что Идет Ограничение Их Возможностей И они Как бы там Не качались Что бы там Они не делали Прогресс Не тот Какой бы Хотелось И вот Тут Тогда Начинает Использовать Сухари Начинает Использовать Сухары Которые 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 Которыми Они Питаются Стимулируют Процессы В первую Восстановление 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 И Нашу Нервную 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 Систему Это Тоже Один из Основополагающих Вещей Как Многие Говорят Мотивация Мотивация За счет Чего Там Идет Мотивация Мотивация Идет За счет Того Что Вы Настраивайтесь Себе Эмоционально Черпаете Откуда Лишнюю Энергию Так Ну что Тут У нас Ее Штужить Надо Восстанавливать И Вот Тут Тогда Начинает Использоваться Разного Рода Препараты Которые Бы Свостопшивали Этого Восстановления Вот Препараты Есть Различные Их Довольно Таки Много Довольно Таки Много Есть Так Называем Запрещенные Есть Разрешенные Есть Лечебные Есть На основе Растительного Сылья На основе Живой Сылья На основе Синтетического И прочее Прочее Как бы тут Не шмякнуться Е-мое Сылья Вначале Надо установить А потом Залазить Е-мое Бабай На неподготовленный Тренажер Полез То есть Как бы сказать Подстеркивая Свои возможности Вот те Опять-таки У нас Есть Ресурс Организма Естественный Ресурс Организма Который Грубо говоря Рассчитан Там Ну Пускай Там На сто Лет Как говорят А если Мы Используем В повышенном Количестве Просто-напросто Мы Выжигаемся Извнутри То Естественно Мы его Потратим Намного Раньше Потратим Намного Раньше И вот Теперь Говоря О Будет Бильдинг Говоря О Здоровом Образе Жизни Мы Должны Поставить Приоритеты Для себя Что Мы Хотим Если Мы Хотим Просто Здоровой Жизни Чтоб Нормально Се Чувствовать То Мы С вами Берем Гантельки Примерно Грубо говоря С Трех килограмм Начинаем Доводим До шести Килограммчиков До пяти Шести Килограммчиков И на этом Останавливаемся И это будет Очень Очень Хорошо То есть Тем Самым Мы Будем Поддерживать Нашу Жизнедеятельность На Несколько Приподнятом Уровне Именно Том Уровне Здоровья Именно Том Уровне Нагрузки Который Нам Не Не Хватает Повседневной Жизни Из-за Того Что Мы Сидим У нас Работа В основном Сидячая Большинство Мы Не Все Грузчики С вами Вот И Этого Будет Достаточно И Хорошо И Плодотворно И Так Сказать Нормально Если Мы Хотим Чего-то Большего Ну По молодости Там Грубо говоря Чтоб Бивни Были Там Большие Грудя Там Такие То Все Это Можно Заполучить И Поражать Окружающих Внушительными Габаритами Внушительными Габаритами Вот Но Потом На их Поддержание Мы Должны Тратить Время Если Мы Это Все Дело Бросим Значит Все Это Обвиснет Распадется И И И И И Если Мы В качестве Спорта Как Многие Спортсмены Говорят Он Что-то Уже Допискал Все Я Это Дело Спускаю Завязываю Почему У меня Семья Я хочу Еще Пожить Как говорится Нормальной Здоровой Жизнью То есть Не Выжить С себя Тренировками И Прочем 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 То есть Здесь 27 Кг Я На две Руки Поднимаю Путем Грубо говоря Некого Упорства Заинтересованности Это Все Можно Легко Увеличить Завеса В два Раза Больше Можно Для этого Надо Уделять Больше Времени Больше Всего Ну Короче Вы Поняли Вы Поняли Основополагающую Вещь Если Вы Хотите Чего Большего Вы Должны Давать Большую Нагрузку На Свой Организм При Этом Как Бы Сказать Тайна Тренировок Заключается В том Чтобы Вы Эту Нагрузку Могли Переваривать Причем Могли Переваривать Смотрите Вот Я сейчас Понимаю Там Грубо говоря Ну Пускай Как я Начал С Трех Килограмм Начал Приспособился Все нормально Далее Постепенно Дошел До Веса 15 Килограмм Ага Тожит Свои Какие-то Частности Особенности Накладывает Вот Нагрузка Чтобы Гантели Были По 15 Килограмм Вот Ну Можно Жи По 60 По 50 По 40 Килограмм Это Совершенно Иная Уже Нагрузка На связки На это На все И тут Надо себя Провести Так Свой Организм Настроить Натренировать Подготовить Связки Там Все 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 Чтобы у вас Ничего там Не оборвалось Не порвалось Не лопнуло Не увихнулось Не растянулось Чтобы Чтобы вы Были Целые Здоровые Это Уже Целое Искусство Тренинга Если Как бы Сказать Вы там Покушали Запрещенных Сухарей То У вас Резко Возрастает Сила Связки Не готовы И Грубо говоря При очередном Увеличении Веса Лопается Связки Сухожилия Ну и Хватит Без фанатизма И Вся Ваша Тренировка Подготовка Годы Деньги Потраченные На сухари На питание На тонны Все Все пошло Прахом Это тоже Надо учитывать Просто Напросто Учитывать Потому что Практика Показывает Практика Показывает Вот если Б не было Этой практики Я уж не говорю О том Что Бодибилдеры Там Умирают Это все Там Такое А практика Показывает То что Выйдя на Определенный Уровень Риск Получения Травм Травм Одно Дело Вы Поднимаете Грубо говоря На бицепс Вы Поднимаете Там 3 Килограмма Ну пусть Вы Поднимаете 15 Килограмм Это Одно А когда Вы Начинаете Поднимать 40 50 Риск Получить Растяжение Травму Отрыв И так Далее Гораздо Выше Гораздо Выше И вот Тут Искусство Тренина Состоит В том Чтобы Так Подготовиться Что Вы Могли Поднять Там 40 50 60 Килограмм На Тот же Бицепс И он Был У вас Целый Это Очень Важно Так Ну Что Там Мы Сейчас Подтянем Так Денем Этот 58 Ну Разврат Тягу Сделаем Вот 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 И теперь Можно вернуться Так сказать К нашим Баранам Что я Делаю Я Постепенно Увеличиваю Нагрузку В жиме Лежа Что я Вначале Сделал Я Вначале Можно так сказать Сделал Объем По Повторению Чтобы Я За Тренировку Любым Видом Сжал Штангу Сто Раз Для Делал Подход И Важно Для Мне Сто Раз И Я Естественно Подобрал Такой Любенький Височек Чтобы Это Легко И Просто Сделать Но Теперь Когда Вот Я Чувствую Что К Стоп Подъемам Я Готов Все Это У меня Нормально Я Начинаю Постепенно Увеличивать Вес Штанги Для Того Чтобы Уже Давать Большую Нагрузку То Я Начинаю Увеличивать Объем Не По Повторениям А По Весам И Это Начинает Вызывать Перестройку В Моем Организме Так Сказать Знаете Как Вроде Как Незаметно Но Тем Не Мене Тем Не Мене Ощутимо А Как Это Ощутимо Как Это Ощутимо Так Это Ощутимо Вы Позанимались И У вас Чувствуется Через День Что Вы Дали Нагрузку У вас Мышцы Чувствуются Они Такие Знаете Как Говорят Молочная Кислота Там Осталось То Все Они Побаливают То Есть Вот Это Такой Хороший Критерий Того Что Вы Дали Нагрузку И Вот Я После Того Занятия Я Почувствовал Так Я Там Жал По моему По моему 27 Где-то Килограмм Сейчас 30 Буду Жать 30 Будем Жать 30 Килограмм Тяжеловато Сразу Ж Говорить Объяснять Разъяснять И Заниматься И Цель Моя Использую 100 Подъемов За Тренировку Наращивая Вес По Килограмму По 2 Килограмма От Тренировки К Тренировке Увеличивая Этим Самым Нагрузку На Организм Добиться Приспособительной Реакции Рост Силы И Массы То Есть Я Вот На Это Делаю Упор Без Разного Рода Сухарей И Прочих Там Каких-то Добавок И Вот Важно Понимать Что Именно Вот В этом Заключается Тайна И Эффективность Тренинга В постепенном Добавлении Нагрузки Ее Усвоении Повышение Приспособительных Возможностей И На Базе Этого Нового Роста Это Вот Основное А Все Что Мы Думаем Сейчас Что-то Там Сидим И Она Там Само Вырастет Или Поднимемся Нет Тренинга Прием Сухарей Если Так Не Учитывая Особенности Тренинга Он Конечно Будет Способствовать Прогрессу До Определенного Момента До Определенного Момента Но Именно Настоящий Прогресс Наблюдается Только Когда Идет Тренировка Совместно С Используем Разного Рода Восстановительных Средств Вот Там Действительно Достигаются Удивительные Результаты Я уже Который раз Завалю А Только За счет Приема Сухарей А Никакой Тренировки Нет Они Что-то Там Поднимут Вам Что Они Могут Грубо говоря Сделать И Причем Как бы Лучше Вам Сказать В любом Случае Сухари Вот Эти Все Знаете Вот Как бы Сказать Стимуляторы Они Не Сами По себе Стимулируют Как бы Сказать Вот Топливо Залили И так Раз И Газанули Вот За счет Этого Топлива А Все Эти Гормоны Добавки И прочее 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 Которые Вот Являются Стимулятором Этой Активности Они Используют Вашу Жизненную Энергию Вашу Ж Не Какую Там Они Вносят Они Просто Напросто Позволяют Вам Еще Больше Мобилизовать И Скорее Всего Там Все Это Поусваивать Поделать Но За счет Вашей Ж Это Надо Понимать Ух 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 и казалось бы вот прибавка в весе один килограмм ну не существенно но если вы занимаетесь вот регулярно вот так вот добавляете вы почувствуете что даже этот килограмм начинает делать свои позитивные вещи создавая большую нагрузку на мышцы на связки на нервную систему на вашу волевую систему чтобы вы могли больше напрягаться на сердечно-сосудистую систему и так далее так далее то есть он вызывает приспособительные сдвиги вот этот килограммчик он уже начинает их вызывать и регулярно это подбрасывание этих килограммчиков и есть ключ к успеху именно методики мастеров старой школы когда не было этих сухарей никаких там георгий кеншмидт там и так далее этот евгений сандов там так далее так далее если посмотрите там все вот расписано сколько там они добавляют грубо говоря подняли 20 раз 20 килограмм навесили килограммчик и начинает опять поднимать допустим с 10 раз доходит до 20 там раз еще там килограммчик и в результате вот у них получались также внушительные результаты ну помимо того что те люди еще были самородками силовыми этими данными от природы но тем не менее тем не менее вот так вот занимались силачи старой школы на заре бодибилдинга таким вот образом я должен сказать это правильно с позиции физиологии это очень правильно а а Мы занимаемся еще, подходик один, и мы вес увеличим. Вот такая у нас сегодня тренировочка. Это, что касается, знаете, можно так сказать, идеального тренировочного процесса. Все у вас нормально, как бы сказать, организм здоров, и вы так занимаетесь, и у вас так идет прогресс. Но в жизни получается так, что вы чем-то там можете отравиться. Ну, съели что-то там непачественное, и как начался у вас понос. Что-нибудь еще там-то такое, что-нибудь там случилось. И все это вносит в свои коррективы. Надо это преодолеть. Вот, например, жена приготовила тушеные свеклы. То есть, свеколочка нарезанная на соломочку. Тушеная в растительном масле. Вот. И, казалось бы, ну что там. Вот я ее съел в такую вот чашечку. Ну, вот осталось, надо доесть. И она там ела до этого. Вот, вроде все нормальненько было. А вот это вот съели. То ли свекла попалась какая-то, то ли еще что-то. Короче, у меня как начался понос. Целый день. А у меня, так как я съел там где-то во второй половине дня, доедал эту же штуку. У меня ночью. И я всю ночь пробегал. Вплоть до того, что у меня даже началось очищение печени. Начали камушки выходить зеленые. То есть, буквально-то через каждые, там, допустим, полтора часа. Вот, ночью. Все это вылетало. В итоге вес слетел килограмма на два. Естественно, силы упали. Все это там такое. Вот сейчас более-менее восстанавливается. И это не только у меня. Тут же, вот я смотрел, Голема на канале Джоу Бичернелл рассказывал. Тоже что-то там съел. Говорит, как началось. И такие вещи постоянно происходят. И вот тут, вообще, вплоть до того, что свое тут питание надо. И прочее, прочее, прочее. Так, теперь у нас еще 60 раз я сделал. Надо увеличить нагрузку. Увеличиваю нагрузку. Где-то было вот так. 30. Ага, 25. Вот, смотрите. Я вот так делаю. Это я снимаю. А вот это одеваю. То есть у меня уже становится 35 килогарц. 35 килогарц. Сколько нам надо здесь заделать? Нам надо делать 40,5 еще. 35 килогарц. Попробуем их растянуть на 4 подхода. Попробуем их растянуть на 4 подхода. Попробуем их растянуть на 4 подхода. Попробуем их растянуть на 5 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 подхода. Есть 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что, остался подходик Так, тут 35 Хочется поставить вес и, так сказать, показать, что, допустим, поставлю на 20 кг больше Ну, я примерно так же подниму Подниму на 20 кг Что-то кому-то виртуальному доказывать, показывать Что касается тренировочного процесса, прогресса в тренировочном процессе Ну, если ты не спортсмен, который выступаешь там где-то специально Важно это самому себе показать Что ты можешь, что ты сделал, что ты знаешь Что касается как спортсмена Я в свое время показал Что я мог, чего достиг А сейчас вот Цель наших занятий Через полгода Посмотреть, сколько я пожму То есть Вот я рассказываю вам О том, о чем Как тренироваться Как нагрузку увеличивать Что это даст, в конце концов, на практике Ну что, последний подход И больше я ничем заниматься не буду Или живот качнуть Сколько там у нас времени Или не надо качать Ну, вообще-то на живот есть Один подход на живот сделал Так уж и быть Закончил это дело Так 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 же Да Хорошо. 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 Часто задают такой вопрос. Как часто надо заниматься? Все зависит от ваших индивидуальных возможностей восстановления организма. По ним судят. Допустим, вы покачали какую-то группу мышц и чувствуете она вас так побаливает. Такие процессы идут. Восстановление потом только раз. Боли исчезли. Мышцы стали более-менее нормальными. Еще желательно денек-два отдохните, и вы наберетесь, так сказать, психической энергии. Свежесть чтоб была. Чтоб произошла так называемая фаза супер компенсации. Восстановление. И тогда можно заниматься. То есть на это вот уходит, вот здесь вот Алексей Шредер прав, что если человек занимается натурал без сухарей, то где-то такие максимальные тренировки надо давать раз, наверное, в две недели. Чтоб успеть восстановиться. В противном случае будет перетрен. Ну а если вы так, вот типа как я, так сказать, по стариковски, не спеша, тут можно немножечко чаще. Но, опять-таки, это основное ваше самочувствие. Исчезли боли в мышцах. Денька еще два прошло, почувствовали такую свежесть. Может быть даже еще надо больше. Дать отдых еще там день-два. И приходите в спортзальчик с новыми силами. Добавляете килограммчик два к прежнему весу. И начинайте мощный тренинг. Исчезли боли в море. Исчезли колокол. Солнце, пистолет, полноценного восстановления произошло, поэтому не что? Мне не на семнадцать, а шестьсот. Сто плашина. Сто плашина. Сто плашина. Сто плашина. Сто плашина. Сейчас я весу где-то 102 кг. Сто плашина. Сто плашина. Единственная игра в том, что пестешка почистилась, значит побыстрее восстановление. Сто плашина. Сто плашина. Сто плашина. Сто плашина. Сто плашина. Время. 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 Субтитры создавал DimaTorzok